Привет, это Бабл на канале Технозон и сегодня у нас выпуск снова про Xiaomi Mi Box 3 А вернее про изменение оболочки этой самой Xiaomi Mi Box 3 Ну или интерфейса, как его любят некоторые называть А что самое интересное и правильно, это он называется Launcher Но суть не в этом Все мы прекрасно помним это сумасшедшее обновление Xiaomi Mi Box 3 до Android TV 8 Я вам скажу, холивар начался еще тут Я не буду перечислять все те проблемы, которые он получил Потому как в скором времени вышла заплаточка небольшой обновления Которая в принципе решила эти все проблемы Но основное недовольство, которое все-таки вызывало у пользователей Это сама оболочка Android TV 8 Миллион вопросов о том, как вернуть привычный интерфейс Android TV 6 Не остался незамеченным и я, как следствие, написал в Xiaomi И знаете, какой ответ я получил? Да-да-да, правильно, никакого Ведь Google все-таки не забросил Android TV платформу И все устройства, сертифицированные Google на платформе Android TV Обязательно обновятся до Android 8.1 Бросив затею с возвратом на Android TV 6 Я начал разбираться, что же не нравится в интерфейсе моим подписчикам А все оказалось очень просто Все приложения в одну строку на экране Невозможно отсортировать на главном экране по играм и приложениям Опять же геморройное добавление ярлыков Неподдерживаемых приложений на главный экран В общем, претензий было много Кстати, когда я выпускал свое видео об изменении интерфейса на любом Smart TV Box Я обещал показать, как это сделать на Xiaomi Mi Box 3 И я этим вопросом занимался некоторое время Я перебирал лончеры, которые есть в Google Play Store для Android TV Есть платные, есть бесплатные Я их перебрал, пересмотрел, скачивал платные, тестовые В общем-то, мне не понравился ни один из них Я в своем видео далее покажу Но есть один лончер, который позволяет расширить функционал Нашего стандартного интерфейса на Android TV 8 Скажу заранее, мне очень понравилась простота реализации И то, что я в принципе Мало того, что вернул практически интерфейс Android TV 6 Но еще и получился с расширенным функционалом Так что, если вы до сих пор не купили Xiaomi Mi Box 3 Именно по причине интерфейса То самое время это сделать А ссылочки на очень хорошие цены с бесплатной доставочкой Я положил в описании под видео И кстати, сейчас у нас разрабатываются конкурсы для наших подписчиков И тех, кто подписан на наши группы ВКонтакте и Фейсбук Поэтому ссылочки там же, ребят А я предлагаю взять наш Xiaomi Mi Box 3 И перейти к изменению интерфейса Поехали! Кастомизация главного экрана Android 8 Для Xiaomi Mi Box И этой фирменной оболочки Это не столь уж хлопотное занятие Конечно же, мы можем установить лончеры Которые нам предлагает Play Market Давайте попробуем их поискать И по запросу на слово Launcher мы в Play Market И видим достаточно скудный набор Здесь есть Simple TV Launcher, который выглядит вот такая вот унылая какашка Top TV Launcher 2 С которым мы так нормально не разобрались в прошлом видео Хотя он имеет право на жизнь Есть Top TV Launcher, который просто вываливает кучу плиток на главный экран Есть какой-то Simple Box, который все это вываливает в одну простую полоску Еще один TV Launcher, который просто создает кучу плиток на главном экране И попрошу заметить, что преимущественно все они платные Есть Leti Home TV Launcher Блин, они все ужасны Но я вам скажу, друзья, что не стоит расстраиваться Из-за скудного выбора таких вот странных лончеров с плитками на центральном экране Просто с кучей плиток А попробовать взять и кастомизировать наш стандартный лончер для Xiaomi Mi Box 3 Для этого мы устанавливаем Home Launcher для Android TV Я вам объясню потом позже для чего Мы не будем его использовать как основной лончер Мы просто будем использовать некоторые возможности, которые он дает И мы возвращаемся к главному экрану И немножечко же разберем, что нас может не устраивать в этом лончере Да, на первый взгляд эта оболочка крайне неудобна Здесь есть каналы, которые если попытаться настроить То здесь очень ограниченное количество На главный экран приложение можно добавлять всего лишь в одну центральную строку И здесь есть и игры, и люди, и кони В общем-то, тут все-все-все-все в одной строке Это крайне неудобно В Android TV 6 можно было разделить на полоски игры, приложения Их можно было прикольно сортировать Это было не в одну строку Некоторые заметят, что в Android TV 6 нельзя было добавлять многие программы на главные экраны Для этого использовали сторонние приложения типа TV App Repo Да, он сейчас работает и здесь мы видим, например, приложение ассистент Которое у нас не может быть добавлено на главный экран Вот нажмем плюсик и мы видим, что здесь нет ассистента И если зайти в TV App Repo и установить ассистент То он просто-напросто берет и инсталирует в систему копию ярлыка Вот мы видим установку Выходим в главное меню Ну да, мы можем теперь добавить ассистент Но название... Я понимаю, что можно помучиться и попробовать его изменить Переименовать И при создании можно изменить Но вы все же добавляете опять же те же самые ярлыки в эту вот полосочку Но это все положение можно изменить Значит так, мы будем кардинально менять внешний вид нашего лончера А именно, мы добавим строку с играми Мы добавим строку с видеоприложениями Уберем избранное Play Music оставим Equiweather оставим И оставим рекомендованное YouTube К сожалению, очень мало сейчас приложений поддерживают работу с каналами Android TV 8 HD Video Box, например, позволяет добавить два канала HD Video Box популярный HD Video Box история Но, к сожалению, у меня истории нет Я его не смотрю, я его использую для работы Мы видим, что у нас вот появился канал HD Video Box популярный В принципе, это нормально Мы его оставим, это удобно И начнем процесс добавления наших полосок Идем в Hall Launcher Мы видим, что это такой себе лончер очень странного дизайна С очень странным функционалом Но есть одно маленькое иное Идем в настройки Заходим в настройки Идем сразу же в список приложений И мы видим непонятную на первый взгляд таблицу Но для начала давайте мы с вами поставим вот такой вот триггер Это значит, что показывать приложение в качестве каналов на главном экране операционной системы Я вам потом покажу, для чего мы поставили этот триггер Теперь я предлагаю создать, например, группу игры Вот мы создали группу игры Переходим, нажимаем на нее Выбираем все игры, которые мы хотим создать Вернее, поместить в эту группу Open Arena добавим Ну, нормально Нажимаем добавить Все, мы видим, что у нас в группе игры есть четыре приложения Сознаем еще одну новую группу И назовем, например, ее видео У нас появилась группа видео Мы на ней ставим тоже триггер И выбираем все, что связано с видео Например, HD Video Box IPTV Kodi Lazy IPTV Megogo MX Player Netflix пропустим Я его не смотрю Season Hit я смотрю Так Ну и YouTube туда добавить Все, есть И также в Hall Launcher мы можем создать с вами группу приложений Которые не выводятся изначально на главный экран в виде плитки Мы создадим такую группу Под любым названием я их назову Links Вот, группа создана У меня таких приложений парочку Это галерея и ассистент, например Которые у нас не выводятся ни в приложениях И нет возможности их добавить на главный экран Нажимаем добавить Вот, в принципе, мы создали три группы Links, Video и Games Теперь мы выходим на центральный экран Свою роль Hall Launcher выполнил Мы его не будем использовать как основной Переходим в настройки каналов Выбираем Hall Launcher И выбираем Links Video и Games И мы видим, что у нас появились такие привычные для нас Для андроида ТВ 6 плиточки Мы переходим и просто перемещаем их вверх Пожалуйста Теперь игры Неужели не похоже на то, что было раньше? Теперь у меня есть полоска с играми Есть полоска с приложениями Вверху в приложениях мы можем оставить Самые знаменательные для себя приложения Которые вы используете чаще всего Удалим из избранного Ну я, например, сюда ставлю Equivether Оставлю Google Play Store Он мне нужен для работы Есть Explorer, зайцев Коди я отсюда уберу Оставлю браузер Хотя вы браузеры тоже можете вынести в отдельную полоску с плитками Убираем отсюда LazyPTV Мы можем убрать также и игры отсюда И теперь у нас будет главный экран не засорен Вот этой вот полоской, которую нужно бесконечно листать У нас вот есть основные приложения Есть избранное Кстати, я его к чертовой матери уберу Кстати, вот Lynx, наши неподдерживаемые приложения Они тоже появляются на главном экране Так, я хочу убрать избранное Заходим и убираем это избранное Lynx мы тоже переместим вверх за игры И все Какая прелесть Неужели это вам не напоминает Android TV 6? Все очень просто Мы теперь не используем сторонние приложения Для добавления на главный экран каких-то ярлыков Мы просто сюда выносим ярлыки из Whole Launcher Да, здесь слева появляется Whole Launcher Но это в принципе настолько мелочная вещь Что на нее даже не стоит обращать внимание Вот в принципе Вот такой вид, он мне нравится намного больше И для тех, кто страдал по Android TV 6 Они могут попробовать перейти на такой вид И попробовать с ним работать Кстати, очень удобно, что большие плитки Это очень хорошо для людей с ограниченным зрением Для людей с небольшой диагональю телевизора И это удобно для тех, у кого телевизор стоит далеко Например, у меня большой телевизор 50 дюймов Он находится сейчас на расстоянии примерно 4-5 метров И для меня большие плитки намного удобнее, чем эта пузатая мелочь в верхней части экрана Вот мы можем попробовать запустить отсюда любое приложение Пожалуйста, это все без проблем запускается Ну, например, я бы еще перенес бы рекомендованный YouTube себе вверх Я так и сделаю, наверное Потому что я привык к рекомендациям YouTube Вот, все У меня есть рекомендованный YouTube В принципе, мне больше ничего не надо Мне очень-очень это нравится А я предлагаю перейти и прорезюмировать данное видео Не знаю, как кому, но я знаю, что будут хейтеры, которые будут ставить дизлайки И кричать, что это не совсем то, чего они ожидали Но я вам честно скажу мое мнение Что такая реализация интерфейса для Android TV 8 Отдает ему абсолютно другую жизнь А еще, на мой взгляд, она возвращает Xiaomi Mi Box 3 Лидирующие позиции на рынке смарт-телебоксов Так что, дорогие мои Если вам нравится то, что мы делаем, ставим лайки Если нет, ставим дизлайки Подписываемся на наш канал С вами был Бабал на канале Технозон Пока Субтитры сделал DimaTorzok